Триумфом боксеров из Баба-Юртовского района сегодня в Махачкале завершилось первенство Дагестана среди юношей. Соревнования в течение недели проходили в спорткомплексе имени Гайдарбека Гайдарбекова. За звание сильнейшего там бились более 180 спортсменов. Все подробности у Курбана Рагимова. 15 весовых категорий, начиная с легкой, заканчивая супертяжелой. В финал первенства республики вышли лучшие из лучших. Каждый из них в своем городе или районе номер один, но чтобы победить здесь, надо выложиться на все сто. Спортсмены из Баба-Юртовского района обеспечили себе медальный задел сразу. В самых легких весах победили братья Арсен и Алим Шамшидовы. Старший из них боксирует уже пятый год, но главную награду первенства ученик Марата Шихалиева берет впервые. Я упорно тренировался день и ночью. Три боя выиграл. Старался слушать тренера в финальном бою. И думаю, что на это я побил. То есть за счет этого до вас? Да. 15-16 лет в этом возрасте формируется тело и дух будущего мастера кожаной перчатки. Воксер-профессионал Хабиб Алахвердиев свои юношеские победы помнит до сих пор. Ровно 21 год назад он впервые выиграл первенство России. У нас была хорошая сборная. Тогда выиграли два человека чемпионат России. Это я 51 килограмм и Магомед 77 килограмм. Я надеюсь, в этот раз наши бойцы завоевают больше золотых медалей чемпионату России. Это какой бой был, Николай? 98-й. Я же говорю, это был самый старт вообще, который в боксе начинается. До этого возраста это еще дети. Но здесь уже начинается сборная формируется, сборная России формируется. Поэтому здесь уже начинается появляться костяк, из которого потом они переходят в следующую уже возрастную группу. Это юниоры. В ринге высокая конкуренция. На золотые медали претендуют также спортсмены из Хасавюрта, Каспийска и Левашинского района. Из года в год эти боксеры составляют костяк республиканской сборной, которая, в свою очередь, занимает лидирующие позиции в стране. Даже в полуфинальных боях очень такие близкие, равные бои, достойные ребята. Постараемся максимально сильнейших ребят отобрать на СКФО. Смотрю, ребята, основные те, кто из прошлого года, которые были призером России и на СКФО, победители, они здесь. Поэтому мы надеемся, что и в этом году эти же ребята, которые вновь попали в сборную, покажут результат хороший. Статус лидера в весе до 48 килограммов сегодня подтвердил боксер из Буйнакска Мурат Хайбулаев. С соперником по финалу Азаматом Акаевым он знаком не понаслышке. Оба тренируются в одной спортшколе. В бою Хайбулаев все-таки сумел преподнести сюрприз. Да, он хороший был. Просто мы с одного зала, я его не первый день знаю, нашел подход к нему. А вот там на спарингах кто выигрывает обычно? По разному бою. То есть, ну, такая острая, это окуренция, да? Да, да. Все финалисты соревнований войдут в состав сборной Дагестана и примут участие в первенстве СКФО. Этот турнир стартует 21 января в Ставропольском крае. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.